Здравствуйте, Татьяна! Очень рада вас видеть и приветствую всех наших с вами зрителей, подписчиков, случайных гостей наших каналов. Я Марина Осборн, живу в Новой Зеландии, психолог, писатель, и хочу представить Татьяну. Татьяна живёт в Америке, кандидат психологических наук, директор Международного института кризисной психологии, автор уже семи опубликованных книг. По одной из них, «Как зажечь звезду любви», я хочу сделать отдельный эфир, потому что я её купила, скачала, прочитала, и она мне очень нравится, и я хочу для своей группы и вообще для женщин вот эту вдохновляющую книгу рекомендовать. Кроме того, Татьяна преподает психологию в одном из аризонских колледжей, учит русскоговорящих, в том числе психологов онлайн. У неё очень много курсов именно для психологов, то есть не просто для пользователей. Поэтому Татьяна клинический психолог и эксперт в теме токсичных отношений. Если вот сузите до... Я бы сказала кризисный психолог. Да, кризисный психолог. И, насколько я знаю, на вашем канале уже, наверное, счёт пошёл на тысячи видео на тему токсичных отношений. Да, у меня уже больше тысячи видео. Да, больше тысячи именно на тему токсичных отношений во всех её аспектах. И сегодня я предлагаю с Татьяной нам обсудить тему, которая актуальна для взаимоотношений в целом, как на уровне межличностном, персона плюс персона, так и в коммуникациях в каких-то группах, сообществах, так и в наших отношениях с государством. И мне этого тоже сегодня немножечко хочется коснуться. И вот с лёгкой руки Татьяны эту тему мы назвали «Личные границы в эпоху безграничности». Татьяна. Спасибо большое, что так меня представили. И вот насчёт границ мне бы хотелось начать с определения границ. Вот у меня сейчас была такая группа терапевтическая как раз про границы. И у меня видео было. И что такое границы? Это правило, которое мы устанавливаем в отношениях. Да, вот лимиты какие-то, пределы. Вот до сюда можно, дальше нельзя. Но также границы могут быть и внутриличностные. Как мы к себе относимся, как мы выполняем свои обещания, как мы там за собой ухаживаем и выполняем свои планы. И что такое здоровые границы? Это когда человек может сказать «нет» тому, кто нарушает их. Но также здоровые границы означают, что вы кого-то впускаете. Это не то, что такие шёсткие, как капсула такая. А вы впускаете того, кто вас не разрушит, и вы даёте отпор тем, кто нарушает ваши границы и защищаетесь таким образом от них. То есть в идеале это гибкие такие границы, они могут изменяться. И вообще границы напрямую связаны с идентичностью и с безопасностью. Вот всё, что нарушает вашу идентичность и безопасность, обязательно должно отражаться и в отношениях. И в отношениях с самим собой, в отношениях с людьми. Личные границы, вот как вы сказали, определённые правила и договорённости, и наши внутренние ощущения, вот я их вижу на семи основных уровнях, на уровне физического тела. Это в прямом смысле наши физические границы, которые мы должны защищать и тем самым обезопасить себя от любого вида, допустим, физического насилия, от сексуального до каких-то других. Потом уровень эмоциональных границ, когда мы опять же себя защищаем от воздействия негативных эмоций или воздействия на наши эмоции других людей. Ну, ещё уровень ощущений, вот такая тонкая граница между телом и эмоциями. Ну и дальше, ментальные границы, это что же важно, потому что в тех же токсичных отношениях там идёт промывание мозгов, навязывание каких-то ментальных конструкций, убеждений нам не свойственно. Плюс дальше на уровне событийных потоков до локдаунов между странами, когда это тоже событийные потоки, где нам эти границы, ну, либо мы сами устанавливаем, либо нам их устанавливают и нас ограничивают. Потому что границы — это не только там себя защитить, но это и возможность войти в какое-то пространство, где мы хотим быть, да, для расширения своих возможностей, общения, бизнеса и так далее и тому подобное. Но и нас более… Ну, вот я когда-то скажу территориальными. Территориальные. Да, 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 территориальные, совершенно верно. И плюс границы на уровне ценности — это опять же мы сами себе создаём, ну, когда мы взрослеем, то есть определённый ценностный план нашего существования, да, что для нас важно, там, семья, любовь, стабильность, деньги, там, или ещё что-то. И нам, допустим, навязывают новые ценности, нарушая наши границы, к примеру, там, размытие гендера, да, ну, или там вакцинацию от модной болезни. Мы не будем называть слух какой, но все, в общем, понимают. И плюс духовная граница на уровне Бога и взаимодействия с высшими силами. Ну, кто во что верит, кто в Аллах, а кто в Бога. Для меня это очень важно, потому что я не хочу, чтобы мне навязывали какие-то сатанинские правила, к примеру, да. Я хочу быть со своей верой совершенно защищена, и что никто не будет на мою веру, какой бы она ни была, посягать, оскорблять её и навязывать мне какие-то чуждые верования и духовные принципы. Я бы ещё добавила временные границы, да, когда вот время забирают, финансовые границы. Границ на уровне образа «я», когда вам отмечают ваше видение себя. Да, это как раз вот тот уровень духовных границ, где мы себя каким-то образом самоидентифицируем, что есть «я». Хорошо, Татьяна, я сегодня удивительным образом перед нашей встречей попала случайно на передачу на YouTube, где была очень интересная тема затронута. Она прям напрямую связана с нашим первым вопросом. Я вначале вопрос формулирую, потом скажу, что я услышала интересного в передаче, и потом спрошу ваше мнение. Хорошо? Значит, вопрос у нас звучит так. В каком возрасте по-вашему начинается формирование осознания личных границ у ребёнка, и какой психический механизм этого процесса? И вот прежде чем я вам уже как специалисту, который хорошо в этом ориентируется, я скажу, что я сегодня услышала в этой передаче про рождение ребёнка. И это так мне откликнулось. Я сама родила троих детей, и я помню, как происходил этот процесс. И моя дочь тоже родила уже троих детей. И мы с ней проходили это в разных форматах. Так вот, оказывается, по-моему, ещё с позапрошлого века ввели вот эти правила родов в большинстве стран. Когда женщина рожает лёжа на спине, специалист по остеопатии, он сказал, что это абсолютно неправильное положение женщины. То есть женщина должна рожать, чтобы сила гравитации помогала ребёнку рождаться. То есть головой вниз, и тогда раскрытие будет лучше, ей будет менее болезненно. А самое главное, что ребёнок будет естественным образом выходить из матери. А сейчас оказывается, и это уже действует больше сотни лет, даже в царской семье Романовых там вот этот специалист обнаружил дефекты шеи и так далее. Оказывается, ребёнка буквально выкручивают, потому что когда мать лёжа рожает, там при родах происходит множественные нарушения в области шейного отдела и другие неприятные моменты, которые потом у людей вызывают органические, хронические заболевания у некоторых, которые там всю жизнь они с ними живут. Я считаю, что... Ну мы сейчас там не будем говорить, было это намеренно введено или по какому-то недоразумению. Вот новые правила для рожниц. Хотя есть сведения, что, в всяком случае, в некоторых странах и в некоторые времена женщины рожали в то или либо в другом положении. А сейчас вот это положение женщины, оно удобно только для акушеров, но не для самой женщины. И может быть, нарушение границ начинается именно в роддоме, когда здесь, получается, навязывают определённые... И ещё отношение к женщине, к роженице, особенно в советских роддомах. Я это помню. То есть там было полное нарушение границ, неуважение, неуважение к тебе, к твоему ребёнку. Там сразу же обрезают пуповину, на женщину орут. Говорят такие вещи, типа там, когда ты зачинала, ты же так там не страдала, да, тут так страдаешь. И вот это, мне кажется, на ребёнке уже всё... Ну, во-первых, нарушение границ матери, во-вторых, ребёнок, то есть вторгаются в его естественное... Как он должен родиться, да. Ну и вот первый вопрос, это когда начинает формироваться сознание личной границы. Ну это, наверное, с родов и начинается, да, когда внутри матери, он часть её, он как бы чуть ли не её орган, потом рождается первое отделение, потом разрезали пуповину. Ну и вообще вот как мы понимаем, что ребёнок осознаёт, что он другой, он отдельный человек, он всё равно ещё первый год, он где-то в поле матери, это симбиоз, диада. И потом где-то полтора года начинается самоосознание. И как мы можем проверить? Мы можем поставить точку ребёнку на лоб и дать ему зеркало. Если он понимает, что это он, а не другой человек, значит, у него уже сформировалось самоосознание. То есть он понимает, что он не часть матери, он вышел из этой диады. Это обычно полтора года. Ну то есть дети, которых ещё не появилось самоосознание, они начинают разговаривать с этим человеком в зеркале, да, и не видят, что это у них точка. А после полтора, они уже понимают, вот так трогают себе лоб. Это такой тест. Вот, это такой первый этап после родов, как бы, milestone, да. И потом идёт кризис двух-четырёх лет, ну, называют это кризис трёх лет, но на самом деле с двух до четырёх, когда он, вот я сам, я хочу это, я хочу здесь сесть, я хочу это одеть. И вот тут, когда родители нарушают эту свободу, не даёт ему выразиться, тогда границы начинают постепенно размываться. Вот такие основные. Ну, потом у нас идёт, конечно, подростковый возраст, когда идёт определение самоидентичности, кризис идентичности, когда ребёнок примеряет на себя разные роли, профессия, какая гендерная роль, какая гендерная идентичность. И вот вы затронули вопрос о гендерной идентичности, да? Как сейчас буквально в некоторых странах в этот процесс вмешиваются. Где-то два-два с половиной года ребёнок понимает, кто он, девочка или мальчик, да? Он начинает употреблять первое лицо, я там. Я девочка, я мальчик. Я Петя, Вася, я девочка. С двух лет. Но окончательно вот ощущение, что гендер уже не изменится где-то к семи годам, от пяти до сих лет. И вот что мы сейчас наблюдаем, это вообще, конечно, невероятно. Где-то уже вот в начальных классах приходят в школы некоторые, говорят про то, что есть гомосексуальность, да, что можно вообще поменять саму пол. А ребёнок вообще-то определяет окончательно свою ориентацию, свою идентичность в период пубертации. То есть в дошкольном возрасте. В дошкольном возрасте приходят, приводят вот этих перенаряженных мужчин, да, и говорят, вот это нормально. И здесь у него ещё нету окончательно сформированной идентичности, она только в подростковом возрасте. Потому что как раз, как сказал Эриксон, у ребёнка идёт конфликт ролей. Кто я? Мужчина. То есть вот в этот сложный период в его кризисный очень легко заложить вот такие семена каких-то перверсий, вот этой гендерной размытости. То есть он бы, вот он до 7 лет он себя уже девочкой и мальчиком посчитал, ну и пусть бы так и растёт, да, то есть если ему не заложить уже в пубертатном периоде, когда у него половое созревание идёт, вот эти мысли. Вот спасибо, чтобы вы об этом сказали. Кризисный момент это подростковый. Да, да. А 5-7 лет у него складывается впечатление, что гендер не изменится. Да. Вот, а если до этого вообще вмешаться, то можно вообще нарушить все мозги. И в этот же момент детей, когда они видят, например, привлекательного героя, да, вот они могут следовать за ним. Я вот сама помню, что я в 10 лет хотела быть мальчиком. Ну да, я тоже хотела одно время быть мальчиком. Да, и вот если бы мне сейчас эту информацию показали, может быть, и сменила бы пол. Меня потом уже пробило на то, что я всё-таки девочкой, как-то вот мы говорили, ты же девочка, носи платье, вот всё такое. А до этого я была как мальчишка, играла в футбол и бегала в штанах. И вот этот процесс, из которого идёт сейчас, что разрешить в некоторых странах, даже разрешают детям в начальных классах менять одежду, не согласуясь с родителями, при типе изменить, например, ты девочка, ты меняешь одежду на другую, да, и даже гормональную терапию разрешают. Не советую с родителями. Вот это такое нарушение границ, по-моему, это можно делать только с 18 лет, когда вот ребёнок уже окончательно прошёл кризис идентичности. И чтобы он сам уже там делал свои выводы, а не получал вот эту информацию, которая для его возраста она не готов, он ещё не готов к ней, потому что это как вот инвазия получается, да, вторжение. Он может по какому-то параллельному признаку ориентироваться, например, волосы понравились, о, и значит, я сменю пол. Вот так. Или вот он что-то совершил хорошее. Я считаю, это вот опасные процессы очень идут сейчас. Да, и интересно, что мне именно в последний год стали обращаться клиенты, которых я консультировала как психолог, и вдруг они ко мне обращаются с совершенно новой проблемой, с новой фрустрацией, а у них дети-подростки до 16 лет. Говорит, Марина, мой ребёнок начинает интересоваться своим полом. Из России, допустим, там начинают им давать вот эту информацию, ещё вот в этих классах, ну, класс, наверное, пятый, шестой. А в Новой Зеландии того хуже. Новозеландские мои клиенты рассказывают, что оказывается, в новозеландских школах есть специальный саджик, предмет о гендерных ролях, и дети вот эту информацию получают до своих 16 лет, и очень, ну, здесь вообще очень легко вступают в однополые отношения. Здесь это государство приветствует и так далее. Но, опять же, если для взрослых людей, которые такое решение принимают уже там гораздо позже 18 лет, я это как-то могу понять, да, но когда дети под влиянием, воздействием дополнительного обучения, предмета, или там дополнительных каких-то уроков на эту тему начинают интересоваться своим полом именно с сексуальной точки зрения, ну, на мой взгляд, это просто промывание мозгов и вторжение в естественный процесс вот этой самой идентификации и в том числе гендерной идентичности. Это такой процесс уязвимый, очень хрупкий, надо вообще ребенка оставить одного в покое, чтобы он сам подумать. И, конечно, ничего плохого нет в гомосексуальности, но если она естественная или в смене пола, у меня тоже были такие клиенты, которые хотели сменить, но это еще в советские времена, когда этого всего нет. И я понимаю их страдания, когда она чувствует, что она не в том теле, да, но ей никто не навязывал этот выбор, он у нее пошел изнутри, как собственность. Татьяна, вот если мы вернемся к маленьким деткам, когда это вот только-только еще личные границы у них осознаются, мне очень понравился ваш пример с точкой на лбу, буду теперь рекомендовать своим знакомым проверку, они сделали тест, за детишек. Называется зеркальный тест. Зеркальный тест, да. А у меня другой вопрос, вот является, ну, то есть это является нарушением границ, но тем не менее я хочу вас как у психолога точить. Вот такой пример. Ребенка мама собирает на улицу, я просто часто была свидетелем того, как родитель навязывает ребенку там допустим завязать шарф или надеть 10 одежек, хотя ему тепло, потому что у ребенка другая динамика, у него другой обмен веществ. Он говорит, мама, я не буду надевать этот колючий шарф, мне противно, мне колючее, но я имею ввиду вот дети 4, 5, 6, 7 там и чуть постарше лет, когда мать контролирует их, в чем они выходят допустим играть на улицу или там в чем они идут там на какое-то мероприятие. Бывает колючий шарф, бывает ему действительно жарко, ему некомфортно и на самом деле больше шансов простыть, если его мать оденет слишком тепло, а он потом все равно на улице вспотеет и разденется, да, то есть вот от этого перепада. Ведь это тоже получается такое достаточно грубое нарушение границ под видом такой заботы. Ну вот это насилие, любое насилие это нарушение границ. Тут оно нарушается. То есть мы можем прямо сказать, что вот это и есть уже насилие в семье, правильно? То есть когда мама говорит, я лучше знаю, когда тебе тепло, когда холодно. Да, это газлайтинг как раз в области потребностей, да, у ребенка нет потребностей, она ему газлайтит, говорит, нет, у тебя есть эта потребность одеться. Или вот, например, такие были случаи, что в садик приводит, из садика забирает мама, и девочка говорит, я хочу в туалет, а воспитательница ей говорит, нет, ты не хочешь. Ну это вообще уже за пределами. Да, то есть вот это то же самое. Это к чему приводит? Ребенок не может чувствовать себя. Если он хочет в туалет, но ему нельзя, значит он отключается. Здесь может произойти диссоциация. Вот как раз и есть размытость границ. Что такое диссоциация? Мы не внутри. Мы где-то выскочили. Мне наматывают этот шарф, я не могу это терпеть, поэтому дети выскакивают. Физическое тоже к тому же приводит. Или, да, он, допустим, там хочет какать или еще что-то, да, ему говорят, нет, там терпи, вместо того, чтобы найти возможность ребенку с этой проблемой расправиться, у него же это возникнет и на мышечном уровне, там и спазмы, и это первая травма может возникнуть, да, когда, которая потом приведет, не знаю, там к запорам или еще каким-то проблемам психосоматическим. Они просто отключаются от своих телесных потребностей. Почему люди работают на износах? Потому что им так говорили, тебе холодно, тебе надо укутать, ты хочешь есть и давай ешь, пищевое насилие. Вот, еще пищевое насилие, да, спасибо, очень хороший пример. То есть я вот хочу, да, чтобы мамы нынешние, вот, которые нас же слушают не только те, у которых уже взрослые дети, да, а те, у которых дети маленькие, чтобы они вот на этот момент обратили внимание, потому что молодых мам воспитывали мамы там нашего поколения, которые в силу своей какой-то недообразованности психологической, потому что психология раньше была вообще подпольной наукой, насколько я помню, во времена моего раннего детства. Мне кажется, для наших родителей мало чего было такого подходящего. Поэтому очень важно, чтобы вы своим детям давали возможность свои личные границы и ощутить, и осознать, и помочь им свои личные границы защищать. Вот в этом плане что можно еще посоветовать молодым родителям, которые воспитывают маленьких деток? Где вот этот баланс, Татьяна, между тем, что человек защищает свои границы и вот такой безграничной, как это сказать, когда ребенку, ну, опять же, мы сейчас вернемся к гендерной теме, в некоторых западных странах позволительно настучать на своих родителей, даже если какие-то требования родителей обоснованы. То есть подростки могут настучать на своих родителей вплоть до того, что родители могут лишить родительских прав. Хотя, может быть, там было вполне себе обоснованное требование какого-то родителя по отношению к своему ребенку. Вот как вот этот баланс соблюсти, чтобы и границу умел защищать, и в то же время, чтобы какие-то социальные нормы, правила он тоже соблюдал и уважал, и в том числе семейные какие-то нормы и правила. Потому что если он совсем будет, то тогда получается, что нельзя в его комнату войти, или там замечание сделать. Вот этот тонкий момент. Ну, здесь надо просто подумать над стилем воспитания. Скорее всего, вот эти дети, которые стучат, ходят, может быть, они имеют авторитарных родителей, и потом вот это выплескивается какой-то протест. А если авторитетный стиль воспитание, это высокий уровень теплоты, принятия, любви, но также и уровень дисциплины. То есть правила стабильные, одни и те же, ребенок всегда знает, какие последствия. Они проговорены изначально с ребенком. Не то, что вот он нарушил, и что-то не понравилось родителям, наказал. А вы сначала обсуждаете, когда они нарушены. Ребенок это знает, он готов, нету чувства неопределенности. Вот авторитетный стиль воспитания, я думаю, как раз защищает от такого. Спасибо большое. Важное дополнение, что есть разница между авторитарным и авторитетным воспитанием. Тезис, я считаю, что один из ключевых сегодня. И, конечно, когда мы помогаем нашим детям, маленьким, и потом подросткам осознать свои личные границы, то это не отменяет дисциплины и необходимости выполнять какие-то правила и договоренности. Здорово. Второй вопрос у нас, как защищать свои границы в эпоху тотального нарушения границ в соцсетях при помощи мобильной связи и так далее. То есть, мы частично уже проговорили, как защищать свои границы, но вот здесь у нас же и дети, и взрослые сейчас, мы все ушли онлайн. дети получают свои первые девайсы, гаджеты, там какие-то устройства буквально некоторые с 5-6-7 лет. И вот здесь... Да, вот это, конечно, очень такая серьезная тема. Родители хотят всунуть этот гаджет, чтобы ребенок сидел, не отвлекал их и не мешал им, но тогда нет контакта с родителями. Я считаю, что это неглект. То есть, это пренебрежение, и ребенок, когда не получает внимания от родителей, он привыкает к этому на этаже больше, очень сильно подсаживаются. И также, чтобы защищать от этих социальных сетей, сейчас же все люди любят выставить все свои фотографии, все детали личной жизни в соцсетях, и таким образом они становятся прозрачными. У нас границ вообще нету. мы у себя подставляем. Вот был такой эксперимент в Америке, когда родились пятерняшки, и родители от них отказались, и их посадили в такой стеклянной как бы стеклянную такую комнату, где все их могли видеть, ну, чтобы привлечь больше покупателей к этому мову, к этому супермаркету. И вот там были и психологи, и учителя. Ну, то есть у этих детей они росли абсолютно без границ. Их все видели, на них ходили, смотрели, как в зоопарке. И вот эти девочки выросли с огромными проблемами. Там кто-то был в депрессии, кто-то совершил суицид. И вот когда нет границ, нет идентичности, это понижает уровень защищенности. И сейчас что многие родители делают со своими детьми? Они выставляют, там снимают их чуть ли не каждый день, выставляют эти видео на YouTube. Ребенок еще сам не может себя защитить. Это дело родителей защитить. И вот эта полная прозрачность, да, это как они как будто растут за стеклом. Я считаю, это очень вкусно. И если вы свои хотите выставлять фотки, ну, пожалуйста. Хотя я тоже не рекомендую, потому что слишком много информации может не очень мы становимся уязвимы просто, когда мы свою личную историю семейную с нашими детьми, внуками, братьями, сестрами, друзьями выставляем, то для людей с недобрыми намерениями это становится, дает возможности, ну, в случае, если у них вот эти недобрые намерения касаются каких-то материальных, финансовых и других, скажем так, криминальных даже действий, да, то они могут легко изучить и потом онлайн или оффлайн, потому что есть разного рода вот эта криминальность, кроме там скаминга онлайн, люди могут в прямом смысле нанести какой-то и физический вред и отборовать и еще какие-то моменты. Ну, допугать, конечно, не хочется, но вот надо быть осторожным, и особенно со своими детьми, я считаю, что детей вообще нельзя вот как бы вмешивать, чтобы вести вот эту жизнь на показ всем ютубе ради денег или в соцсетях вот многие снимают своих детей, дети-то вообще не знают, что происходит, мне кажется, это нормально. А вот то, что звезды шоу-бизнеса, такие, как Максим Галкин, Алла Пугачева, да, со своими детьми, или Рудковская со своим Гном-Гномычем, они постоянно держат нас в курсе разных событий в их семьях, показывают, что там у них происходит, детей своих, может, с одной стороны, можно сказать, что они их приучают к будущей публичности, к роли звезд, когда они будут вот такие на виду, да, ну, допустим, если мы возьмем того же Гном-Гномыча, то это такое, какое-то, с моей точки зрения, обесценивание ребенка, у которого даже люди не знают нормального имени и воспринимают его как некий мультяшный персонаж, то есть, вот с моей точки зрения, это уже такое вот, даже не то, что нарушение границы, это еще такое очень жесткое обесценивание своего ребенка. Ну, я считаю, это насилие, да, насилие, да, он не может отвечать, он не может сам себя защитить, это дело родителей, а он растет, как вот в этом зоопарке стеклянном, а последствия не знаем, какие, да, 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 и мне кажется, ответственность наших звезд, она, ну, это же не просто там, они показывают какую-то свою изнанку, своей жизни, да, с детьми и так далее, но они же дают пример, потому что другие люди стараются быть как звезды и начинают своих детишек также показывать, что там их дети умеют или какие-то, я видела отвратительные видео, когда готовила материал для своей новой книги по материнской токсичности, по токсичным отношениям с матерями, и я нашла такие видео, где люди показывают со своими детьми, допустим, процесс кормления, когда насильно кормят или когда избивают там, или еще что-то, то есть, и они это смакуют, они этим, они это, но где-то кто-то со стороны снимает, да, хотя это тоже, я считаю, показать вот такие вещи, ты вместо того, чтобы снимать это и потом выкладывать у себя на ютубе ради просмотров, ты лучше останови мать, которая бьет своего ребенка, ну так же, ну если у тебя на глазах, вот кстати, тоже такой момент, Татьяна, хотела с вами обсудить, это что же нарушение границ, допустим, мы становимся свидетелем того, как мать бьет своего ребенка, за ней, за что, там ребенок закапризничал, она его буквально начинает избивать и орет на него непотребными словами, вот этично ли вмешаться в этот процесс и каким-то образом остановить такую мать, или это будет нарушением границ матери, ну мать считает, что это нарушение ее границ, мать считает, мать, это моя вещь, ну на ребенка, то есть она не скажет но это мой ребенок, вот идите из своего ребенка там воспитывайте так, как вы считаете нужным, так же? да, но это с другой стороны нарушение границ ребенка и прав человека, и мы как сознательные граждане должны защитить эти права, вот, то есть в этой ситуации все-таки, ну не нужно бояться, не нужно стесняться, что ты там вмешиваешься в процесс воспитания, потому что это не воспитание, правильно? То есть то, что мать называет это воспитанием, это на самом деле насилие, поэтому все ее вот эти, что это там моя территория, да, ребенок это не вещь, то есть мы видим, когда в принципе один человек совершает насилие по отношению к другому человеку, так ли? Ну да, это же хорошо, когда вы защищаете слабого, если вот в поле, например, все травят одного, и вы встанете на защиту этого, это же наоборот вам только почеты, это мало кто может вмешаться в эти дела, это иногда кончается плохо, то есть, например, начинает бегать за тем, кто пытался защитить ребенка, но я считаю, и вот я так вот и говорю людям, что даже если вот вы защитите и ничего не изменится, но ребенок будет знать, что это неправильно, может быть, вы единственный человек в его жизни, кто покажет, что это неправильно, то есть, это большая польза для ребенка будет, да, да, спасибо, он не перестанет, он увидит, что кто-то на его стороне, вот увидит ваши глаза такие добрые, что вы его поддерживаете, и может, это такая будет как бы отпечаток на всю дальнейшую жизнь, что кто-то его защитил, а сколько раз кто-то решился его защитить, то и он в следующий раз решится себя защитить, и когда на него в очередной раз кто-то вот так как мать его или отец или другой человек наедет, он, ну, как минимум убежит, правильно же? Да, он может быть и сам начнет за себя стоять. И раз уж мы подошли вот еще к теме, мы, правда, через нее перескочили, вот то, что сейчас мы становимся настолько уязвимы онлайн, я расскажу, раз уж мы этого тела, темы проснулись, это один из моих сыновей столкнулся с новым видом скаминга, мошенничества телефонного, финансового мошенничества, когда взломали ID его телефона, прописали в настройках как главный телефон, телефон мошенника для того, чтобы списать деньги с его, с одного из банка аккаунта. И он просто совершенно чудом случайно обнаружил это, потому что он переводил со своего банка в другой делал перевод, небольшой перевод 3000 рублей, он увидел, что что-то идет не так и обнаружил, что перевод был сделан, минуя его, то есть ему не пришло смс, сообщение на его номер, который у него был главным, но деньги перевелись. И из-за этого он связался с банком, он стал проверять свой телефон, но хорошо, это молодое поколение, они соображают, куда идти, что посмотреть. И он обнаружил, что у него там прописан как главный чужой телефон. то есть когда он делал вот эту операцию перевода денег, информация, смс, сообщение поступило на чужой телефон, деньги перевелись на другой счет, и когда он позвонил на этот телефон, ну там он был недоступен или еще что-то. То есть вот такие моменты, как только что-то почувствуете, проверяете, если вы сами не соображаете вот в этих настройках, то попросите кого-то из своих знакомых, родственников, кто разбирается вот в этих технических настройках, потому что это новый вид мошенничества, а так как у нас сейчас все переводы идут онлайн практически, все платежи идут онлайн, то вы можете даже не не зная этого, не сообразив, что у вас добавлен на другой телефон для подтверждения финансовых переводов. Вот как нам вот в этой ситуации вообще дальше жить, я думаю, боже мой, ведь все перешло в онлайн. Да, вообще тут очень, конечно, тяжело. И вот, по-моему, вы в своей книге писали, да, что антипсихопат, что ни в коем случае не давать никакие фотографии, особенно в обнаженном виде. Да. Что была такая ситуация, что девушка стала разговаривать с парнем по скайпу, и он захотел обнаженки, она сделала, он ее фотографирует, делает видео, выставляет напор на сайт, потом требует денег. Вот это очень важно, что никакой обнаженки девушки, пожалуйста, это такой мощный механизм манипуляции, это можно вообще все потерять. Потому что вы боитесь, например, что это публикуют, да, или куда-то выдадут. Ну и вообще мы с вами можем уже точно сказать, что если при знакомстве, когда вы еще не встречались лично, если вас мужчина, ну или там партнер, да, что женщина бывает психопатки, нарцисски, да, то есть если вас партнер потенциальный ваш, просит обнажить свою грудь или там гениталии или еще что-то, сексом онлайн позаниматься, то ну это должно быть сигналом стоп. Во-первых, потому что, как вы сказали, это потом может стать предметом мошенничества и манипуляций, да, и с вас просто за эту информацию будут требовать деньги, вот, и вы можете репутацию свою потерять действительно, ну, а во-вторых, это просто красный флаг, диагностический маркер того, что, скорее всего, этот человек имеет антисоциальное расстройство, там, психопат или нарцисс, так же? да, вот они для этого и знакомятся, чтобы вот такой секс иметь. Темы такие не очень приятные, но, с другой стороны, к сожалению, так часто сталкиваешься с вопросами, мне очень часто женщины пишут, я думаю, что и вам тоже какие-то знакомые, либо кого консультируют, либо читательницы, Марина, я познакомилась там с мужчиной, он идеальный, но вот я чего-то, чего-то вот боюсь, а вдруг вот он, я говорю, хорошо, давай, рассказывай, что, и выясняется, что они еще не встречались, или они даже через веб-камеру друг друга не видели, а там уже идут какие-то настолько интимные и комплименты, и какие-то предложения, я говорю, ну вот посмотри, он уже нарушает твои границы, то есть он тебя называет такими интимными словами, что а вы еще и друг друга даже не видели, вы даже по веб-камере друг друга не видели, а ты вообще знаешь, кто там, какой человек, да, и так далее, или я прошу даже иногда прислать мне фрагмент текста и показывать, посмотрите в тексте вот диагностические маркеры того, что человек нарушает твои границы, то есть вот ну и вот когда особенно требуют фотографий, да, и высылают свои фотографии голые или своих там интимных мест, это называется сексуальное насилие, или когда говорят о сексе против вашей воли, это тоже сексуальное насилие, это все сюда относится, бесконтактное сексуальное насилие, и когда это вообще с первых дней, ну это уже просто бегите ни о чем не думая. Татьяна, вот посмотрите, есть ли в ответ вот на такие же аргументы, я вот то же самое говорю, да, женщина говорит, ну, ну а что такого, ну это же типа сексуальная игра, ну вот у меня нет в реальности партнера, я не могу встретить порядочного человека, ну я хоть онлайн, вот так вот, ну типа повеселюсь, не повеселюсь, хотя женщина нормальная, адекватная, то есть она не какая-то там распущенная, да, то есть она она не зарабатывает, как некоторые есть онлайн проституция, да, когда люди за деньги показывают свою сексуальность, демонстрируют, вот, вот в этом плане это что, это уже у человека настолько размылись границы, что она уже себя недостаточно уважает, что вот для нее это развлечением становится, вот как как здесь вы можете прокомментировать, как-то ну это может быть конечно и такой голод, да, сексуальный, но они недооценивают последствия, потому что вот после этих контактов может быть такая сильная связь, у меня вон даже видно на эту тему есть, что начиналось все с переписки, у нее такие сексуальные слова и вот какие-то намеки, и они не виделись, но она провела два года в этой привязанности, это создает очень сильную привязанность, он говорит ей, женщина же любит ушами, да, комплименты, тут же сексуальность, тут же еще что-то, и все, ей два года не оторваться, это она подсезает, это все очень легко и быстро делается, точно так же, как и в реале, не рассказывая, что он делает, и у нее включаются вот эти эмоции, и она начинает зависеть от него, а если он еще приятно чередует это с холодом, ну тут уже намертво, самая сильная привязка это от психопатов, да, а вот почему, почему, кстати, вот за счет чего они умеют так быстро и так глубоко войти на чужую личную территорию, что потом это бывает годами, не может человек отработать, вот за счет чего, чем они таким волшебным обладают, на ваш взгляд, у меня есть свое мнение, но я хочу ваше услышать. Они какой-то используют нейролингвистический гипноз, они используют тактильные ощущения, вот они очень часто если они в контакте, они дотрагиваются до шеи, а если он это по переписке, он может все это говорить, и он как ликаря ставит, и очень сильная возникает тяга, но действительно с психопатами сильнее всего, а потом психопаты они вот они как бы такую тактику выждания имеют, что они даже могут ничего не делать, они так забросили два-три таких вот триггера, и все, и вы сами к ним бежите почему-то, может даже какая-то энергетическая тема и воздействие, но вот я тоже убедилась, что самое тяжелое случится с психопатами, даже если женщина не была никогда до этого в таких ситуациях, у нее были нормальные родители, у нее нет предрасположенности к зависимости, это очень тяжело порвать. Скорее всего здесь, Татьяна, вот когда вы сказали про триггеры, они умеют установить, да, вот буквально как вот настроить человека, такой позитивный триггер, когда возникает дофаминовый, ну или там какой окситоциновый всплеск гормонов, да, ну то есть это буквально это химия, в прямом смысле этого слова, то есть это получается такой эффект наркотического воздействия, правильно же? И когда он, а он же тебя не предупреждает, что он это тебя настраивает, хотя они делают, на мой взгляд, в большинстве случаев это осознанно, то есть они понимают, что они делают для того, чтобы человек на него подсел, но это и женщины, и мужчины делают, я здесь не хочу делать, говорить, что только мужчины вот этим обладают, женщины этим инструментом владеют не хуже мужчин, так же? и особенно на сексуальные ощущения не подсаживаются. Да, 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 особенно, и я вспомнила, у меня был один случай в жизни очень давно после моего развода с первым мужем, когда я как-то познакомилась на работе причём, то есть вот я сижу, делаю что-то на компьютере, это было там давно ещё, по-моему, до перестройки, и вот мужчина, который, значит, меня хотел закадрить, он в тот момент, когда я в таком хорошем процессе, в рабочем, он мне прямо вдоль позвоночника делает такое движение пальцем, говорит очень приятные на ушки слова, приятный голос, тембр голоса мужской, вот это прикосновение где-то вот в верхней части, ну, где-то вот в районе шеи, где вот граница волос и прочее, да, и потом вниз вот так немножечко провёл. Я запомнила, каким это триггером для меня потом стало, то есть потом в дальнейшем уже, ну, у нас там с тем мужчиной не срослось и там ничего не развелось, не получилось, но это стало моим триггером даже с другими мужчинами получается, да, то есть они это устанавливают. И вот здесь такой важный момент, что вы были сконцентрированы на другом, да, вы были полностью сконцентрированы, вы не контролировали вот эти все движения, вы не на нём были, у вас такой расступительный. Совершенно верно. Я была в другом процессе, в приятном, хорошем процессе. И это альтернативное состояние сознания, когда вы в таком творческом процессе, тут очень легко запрограммировать. Вот как мы медитации делаем, да, чтобы себя запрограммировать. Мы расслабляемся, входим в альтернативное состояние, изменённое состояние. И вот оно так работает. А он тут ещё и сексуальные вот такие точки на теле. Татьяна, и вот достаточно ли, на ваш взгляд, просто осознавать вот эти свои триггеры, да, и позитивные, и негативные, для того, чтобы уже перестать зависеть от них? То есть, ну, наша задача с вами, как двух психологов, не только это обсудить, да, а ещё дать какие-то полезные рекомендации и инструменты людям. Вот как в себе вот эти все триггеры вычислить и защитить себя от инвазии, подобной в будущем? Ну, это не всегда даже осознание помогает. Некоторые всё понимают, но сделать ничего не могут. И в этом случае я рекомендую простукивание. Когда вы делаете, повторяете вот эти фразы, вот он так провёл, вот я так чувствую, повторяете, повторяете, делайте вот эту технику эмоциональной свободы, триггеры уходят. Это как раз один из способов поведенческой терапии, которая помогает разрывать ассоциацию между стимулом и реакцией. Вот это стимул, ваше чувство, это реакция. Когда вы несколько раз сделаете, то связь разорвётся, и вы будете уже не будете реакциировать. Ну, то есть там, получается, идёт простукивание по определённым точкам, по определённой схеме, по определённой методике. Я обязательно ссылку на, ну, вот вы рекомендуете на ваш сайт, да, на своём канале. И в закреплённом комментарии я просто сейчас зрителям говорю, что вы можете зайти, попробовать. И у меня очень многие, кого я знаю, и кто знает Татьяну, потому что мы, в общем, работаем с аудиторией, которая частично где-то пересекается. И они говорили, что им вот эти простукивания очень помогли. Кому-то помогли, кому-то меньше помогли. Но у Татьяны такой большой арсенал инструментов, техник, методик, упражнений, что если простукивание не поможет, то можно пойти дальше и освоить уже более глубокие техники. Правда же? Да, это есть плейлист на моём канале техники самопомощи. Да, техники самопомощи. Вы мне тогда ссылочку на это видео отдельно дадите, чтобы техника самопомощи и про личные границы. Я помню, что у вас было несколько тоже видео. Вот самые, на ваш взгляд, такие интересные. Я их поставлю в своих в описании под этим видео и, соответственно, в закреплённом комментарии, потому что это необходимо просто людей этому учить, чтобы как можно меньше было жертв. Правильно же? Да, надо защищаться. Да, да. Ну и тогда мы с вами уже практически час в эфире. Может быть, мы тогда сегодня, чтобы не утомлять наших зрителей, на этом закончим и продолжим. Мне кажется, так это интересно и мне с вами очень нравится общаться. Может быть, мы сделаем повторный эфир, где я остальные вопросы задам. Как вы считаете? Да, можно повторить. А вот перед тем, как закончили, я бы хотела, чтобы вы рассказали немного о своих книгах, чтобы мои слушатели были. И вот что вы делаете в вашей группе? У вас очень хорошая группа, да, территория, территория успеха. Простивой жизни, психоресурсы и поддержки. Да, там очень позитивная такая поддержка, что многие мои слушатели проходят. Вот можете чуть-чуть рассказать? Да, с удовольствием. И я темой вот этой токсичных отношений занялась с 2015 года, после того, как мы с мужем уже стали жить вместе, поженились и стали эту тему глубоко очень изучать. И так как у меня муж англоговорящий, то, соответственно, мы всю литературу читали на английском. И я из первоисточников узнавала о психопатах и нарциссах то, что для меня раньше вообще было... Я туда просто не лезла в ту сферу. И когда я эту сферу стала изучать, у меня открылись, то есть мне стали понятны мотивы, причины многих, как моих собственных когда-то проблем коммуникации и неудач в личной жизни, так и тех людей, которых я консультировала до этого. И я очень много работала с персоналом, и я поняла многие проблемы в компании, с чем они были связаны, когда там заводятся вот такого рода люди. И в 2017 году я на... Вот то, что меня уже стала переполнять информация вот из этих книг, ну это были авторы Доктор Хейер, Шереда, Шередан, вот прям у меня лежит Джеймс Фэллон сам, кстати, и множество-множество книг. Конечно же, Сэм Вакнин, это был один из первых, кого мы с мужем стали смотреть и изучать тему нарциссизма. И в 2017 году я взяла вот и написала буквально за месяц книгу антипсихопатия, и как только я ее опубликовала на сайте ревейдера.ру, я тут же открыла группу для того, чтобы вот тем, что меня переполняло, делиться с людьми. И группа получилась, она вначале называлась антипсихопатия, действительно, очень такая дружественная. Мы там поддерживали атмосферу, не просто там плакаться и обвинять всех, то есть это не мой стиль. Можно, конечно, и плакаться и обвинять. У нас много в интернете групп, где люди постоянно выплескают свой негатив. Но для меня было важно, в первую очередь дать людям инструменты самопомощи. И я приглашала очень много психологов, чтобы они тоже делились, давали консультации кто-то в группе, кто-то потом получал это в качестве клиентов, людей из группы. То есть я была к этому открыта, потому что для меня важнее, чтобы вообще народ хоть откуда-то получал вот эти частично бесплатные, частично они приходили уже на платные консультации, к психологам. И потом, сразу после книги антипсихопатии, я еще ряд книг опубликовала на тему. В основном это были те книги, которые у меня лежали в столе. Когда-то я их написала переписать сценарий, книга «Вероника решает жить» и много других. это как бы антипсихопатии, это как бы антипсихопатии «Вероника решила умирать». А тема эта возникла, я читала «Вероника решает умереть», и мне эта книга в свое время, но это было давно еще, когда я в России жила, до знакомства с мужем, я ее сто лет назад читала. И когда я искала название для своей книги, у меня просто то сразу всплыло, там была история женщины в психиатрической клинике, а у меня была история женщины, которая сама врач, то есть она не врач, она медицинский работник среднего звена, и она пережила разные формы абьюза с раннего детства до ее вот тогдашнего состояния работы в глазной клинике. И вот я ее историю, используя свой метод, все это описала в книге, потому что мы с ней занимались там каждый день 40 с лишним дней, и она сумела решить очень многие свои проблемы. А сейчас я работаю над книгой о токсичных матерях, называется она «Выбираю жить радостно. Освобождение из концлагеря материнской нелюбви». Книга очень тяжело мне дается, потому что я уже два года ее пытаюсь написать и издать, но материалы копились-копились, и тут я пошла на курсы Ирины Гусинской «Как написать и издать бестселлер» и решила, все, эту книгу я все-таки издам в нормальном издательстве уже. И в моей группе, которую я переименовала в «Территорию счастливой жизни», «Психоресурсы и поддержка», есть очень много интересных опросов на тему токсичных матерей. Вы, кстати, тоже, Татьяна, можете посмотреть. Вот, очень интересные опросы. И статистика такая, что, вот очень, кстати, важная тоже тема, что люди, которые входят в такие группы поддержки, они практически все имеют детские психотравмы, и в основном с родителями. И, наверное, вы согласитесь, да, мне тоже ваше мнение услышать, что вот психотравма с матерью, она вообще базовая. То есть, если эта базовая психотравма была, то это практически 100%, что человек будет потом иметь проблему в отношениях и любовных, и каких-то, со своими собственными детьми, да? Ну да, потому что, если травма с матерью, это значит, нарушенная привязанность, небезопасная привязанность. А если привязанность небезопасна, согласно исследованиям, это влияет как на обучение, интеллект, так и на социальное взаимодействие. Так что, вот это наше все, привязанность наше все. Да. И, пользуясь случаем, я попрошу вас, как специалиста, дать рецензию, какой-то отзыв на эту книгу. Я ее скоро закончу, как черновик. Вышлю вам черновик и буду очень вам признательна, если вы мне там пару своих фраз каких-то в качестве обратной связи напишите. Хорошо, договорились. Да. Татьяна, большое спасибо за то, что вы согласились на этот эфир и за наше общение. Мне всегда с вами, когда я вижусь или просто общаюсь, это безумно приятно, потому что вы такой позитивный человек и просто луч света в темном царстве иногда для меня, потому что вот в этом мраке, хаосе, который сейчас происходит, так важно иметь человека, с которым ты на одной волне и какие-то вот мысли по поводу модной болезни, вакцинации, инвазии в наше тело, мы еще об этом с вами не поговорили, но это в следующем эфире. Мне тоже очень приятно. Спасибо большое. Спасибо вам.